Лазеротерапия Лазеротерапия в гинекологической практике как метод физиолечения Лазеротерапия это терапия направленным светом направленным световым потоком спектр лучей, которого оказывает выраженное то есть лечебное воздействие на любые ткани организма Терапия лазером Какой ее воздействие на организм? Во-первых, улучшение местного кровообращения Во-вторых, устранение воспалительных процессов на пораженном участке В-третьих, стимуляция местного и общего иммунитета В-четвертых, снятие болевых ощущений В-пятых, устранение процессов саморегуляции и регенерации Преимущество лазеротерапии Безболезненность процедуры Хорошая переносимость пациентками Не вызывает привыкания Что очень важно Не вызывает аллергических реакций В два-ти раза ускоряет процессы выздоровления Усиливает и улучшает действия лекарственных препаратов в составе комбинированного лечения Комплексного комбинированного лечения Оказывает положительный эффект на состояние пациентки уже после первого сеанса лазеротерапии Лазеротерапия оказывает длительное последействие И соответственно уменьшается частота рецидивов хронических заболеваний Лазеротерапия используется не только в стационарах но и в амбулаторно-поликлинической службе и также она используется для лечения различных патологий в медицинских центрах Показания к лазеротерапии в гинекологии В акушерстве гинекологии Это хронические воспалительные процессы наружных половых органов Это вульвиты, бортолиниты, вульвовагениты И в том числе различные воспалительные процессы не только в репродуктивном возрасте но и в перименопаузе и в постменопаузе То есть когда происходят процессы связанные с нарушением нормальной влагалищной флоры связанные с дисбиозом, с бактериальным вагинозом Хронические воспалительные заболевания В частности воспалительные заболевания органов малого таза Это эндометрит, метроэндометрит, сальпингит, овофорит, аднексит То есть сальпингоофорит Это по-другому воспаление матки Либо слизистой, либо полностью воспаление матки всех слоев Воспаление маточных труб, воспаление яичников Избирательные, отдельные, либо все вместе Это заболевания и рубцовые изменения шейки матки Цервициты, эндоцервициты, эрозии, эктопии Это восстановительный период после гинекологических операций В том числе после абортов Это эндометриоз Вне обострения Бесплодие В составе комбинированной терапии Различные виды нарушения менструального цикла В составе комбинированной терапии Синдром хронических тазовых болей Испаечная болезнь малого таза В составе комбинированной терапии В послеродовом периоде Это заболевания лактирующей молочной железы Лактостаз Мастит До образования гнойного очага Трещины соска Вообще при беременности Беременность является как правило Противопоказанием для локальной лазеротерапии Но при беременности лазеротерапия Может использоваться При лечении фетоплацентарной недостаточности Токсикоза первой и второй половины беременности В виде системной лазеротерапии То есть внутривенного облучения крови В послеродовом периоде лазеротерапия Используется для ускорения обстановления матки И для более быстрого заживления швов промежности У лазеротерапии в акушерстве и гинекологии Есть противопоказания Как и для любого физиолечения На первом месте противопоказанием Являются острые Инфекционные и воспалительные процессы В частности органов малого таза Фиброзно-кистозная болезнь В стадии обострения Миомы матки Кисты и опухоли яичников Как у любой физиотерапии Лечение лазером Такие же противопоказания Злокачественные новообразования В организме Вообще В любой локализации И в том числе Любое подозрение На злокачественные процессы В организме И в женских половых органах Острые лихорадочные состояния Нагноившиеся кисты Половых органов Сахарный диабет Острые кардиологические заболевания Аритмия Сердечная недостаточность Гипертрофические изменения миокарда Выраженное истощение Хронические заболевания В стадии обострения Кровотечение Неясной этиологии И в том числе Менструальное кровотечение Рассмотрим отдельные Некоторые состояния И отдельные заболевания При которых Рекомендованы Курсы Лазерным излучением Это подострые И хронические Не острые Подострые И хронические Кальпиты Аднекситы Амбертолинит Цервицит Эндометрит Бактериальный вагеноз О чем я уже говорила ранее Это рубцово-спаечные процессы В органах малого таза Это болезни шейки матки В том числе Лечение эктопии Шейки матки И других Хронического цервицита Эндоцервицита И других состояний Это лечение лазером Физия лечения лазером После оперативного удаления Полипов шейки матки Кондилом шейки матки После Когуляции шейки матки По поводу Эктопии Эрозии После Конизации шейки матки Это Лечение дисфункции Яичников Нарушения менструального цикла Расстройства функции Гипофиза Гипоталямуса Это бесплодие Лечение бесплодия Эндометриоза Виды лазеротерапии В гинекологии Локальная лазеротерапия Воздействие Непосредственно на область поражения Системная лазеротерапия Это внутривенное облучение крови Лазеротерапия Лазеротерапия в гинекологии Как правило Используется при воздействии На половые органы Через переднюю брюшную стенку Существует датчик И через своды влагалища С применением Гинекологических насадок Ну и кроме того Существует комбинированный доступ Это через Влагалище И через переднюю брюшную стенку Выбор метода Лазеротерапию Существляется врачом Индивидуально Для каждой женщины Сеансы лазеротерапии Лучше начинать С 5-7 дня От начала месячных В заключении Хочется сказать Что лазеротерапия Как способ Физиотерапии Нашла широкое применение В акушерской гинекологической практике За счет Простоты применения Высокой эффективности И безболезненности Однако У нее существует Достаточно большой Перечень противопоказаний И лазеротерапия Это не основной метод лечения Она применяется В составе Комплексной терапии Заболевания И состояния